Жизнь за колючей проволокой. В одной из колоний области прошли соревнования по игре в дартс. Участие в ней приняли 15 осужденных. Победители заработали поощрение. Сюжет Рината Абдулкаюмова. Жеребьевка, построение и распределение. Так началось состязание по игре в дартс. Условия такие. Три доски. По три человека по одному разу кидает и выбивает какую-то сумму. Эта сумма минусуется от общего количества очков. Тот, кто первый наберет ноль, тот и победил. 15 осужденных разделились на три команды и после инструктажа начали соревнования. Задача каждой команды состояла в том, чтобы как можно быстрее набрать 501 балл. Примечательно, что идея проведения игры исходила от самих заключенных. Чтобы у вас среди осужденных был дух соперничества. Осужденные, чтобы данные осужденные стремились к скорейшему исправлению. Осужденные будут также поощрены благодарностью, а также грамотами. А самый активный участок победителя будет выдан сертификат на 5 тысяч. На эту сумму победители смогут приобрести товары первой необходимости в местном магазине. Конечно, это не самый главный стимул. Все конкурсанты за активное участие получат нечто большее. Поощрение, которое будет приложено к личному делу и может оказать влияние на условия содержания и на применение гуманных актов. Участник состязания – уроженец города Нур-Султан Берик Алижанов, 1962 года рождения. До того, как оказался в местах не столь отдаленных, работал главным врачом столичного медицинского центра. По образованию – врач-хирург. Учреждение АП-162-2 оказался из-за того, что не доглядел за бухгалтером, рассказывает Берик Алижанов. За большие финансовые растраты попал под заключение на 7 лет 7 месяцев по статье 189, части 4. Благодаря этим поощрениям и гуманизации я в марте уже подам на минимальную безопасность, чтобы смог оплачивать ущерб и помогать родственникам. Я хочу поблагодарить нашу администрацию, департамент, исполнитель системы о том, чтобы они заботятся о нас. Не то, что заботятся, представляют нам такие шансы поиграть летом в футбол, волейбол, настольный теннис. Желание покинуть место лишения свободы у Берика Алижанова большое. В учреждении он нашел для себя хобби – заниматься демонтажом обуви. Это помогает коротать время. Дома его ждут супруга и несовершеннолетний сын. Отметим, что на сегодняшний день в колонии отбывают наказание в виде лишения свободы и более 400 осужденных. Ренат Абдулкаюмов, Юрий Белевский, РТС Ахпарат.